У края поля стояли любовь и разлука и любовались молодой парой. Разлука сказала любви, спорим я их разлучу, любовь ответила, погоди, дай я сделаю к ним всего один подход, а затем ты можешь подходить к ним столько, сколько захочешь, и тогда мы увидим, сможешь ли ты их разлучить. Разлука согласилась, любовь подошла к молодой паре, прикоснулась к ним, заглянула в их глаза и увидела, как между ними пробежала искра. Любовь отошла и сказала, теперь твой черед. Разлука ответила, нет, я сейчас ничего не могу сделать, сейчас их сердца наполнены любовью, я приду к ним позже. Прошло время, разлука заглянула в дом и увидела молодую мать с младенцем и отца. Разлука надеялась, что любовь уже прошла и потому с надеждой переступила порог их дома. Но заглянув в их глаза, она увидела благодарность, разлука повернулась и сказала, я приду к ним позже. Прошло время, разлука вновь явилась к ним, в доме шумели дети, с работы пришел уставший муж, мать успокаивала детей. Разлука надеялась, что уж теперь-то она точно сможет их разлучить, ведь за все это время и любовь и благодарность уже давно должны были выветриться из их сердец. Но заглянув в их глаза, она увидела уважение и понимание. Я загляну позже, сказала разлука. Прошло время, снова она пришла в их дом, дети были уже взрослые, седой отец объяснял что-то своим детям, жена что-то готовила на кухне. Разлука взглянула в их глаза и разочарованно вздохнула, она увидела в них доверие. Я приду позже, сказала разлука и вышла. Прошло еще время. Заглянула снова разлука в дом, там бегали внуки. У камина сидела согнувшись старенькая женщина. Разлука подумала про себя, ну вот, похоже мое время пришло. Хотела она заглянуть старушке в глаза, но это встала и вышла из дома. Разлука пошла за ней. Вскоре пришла старушка на кладбище и села у могилы. Это была могила ее мужа. Похоже я опоздала, подумала разлука. Время сделало за меня мою работу. И разлука заглянула в заплаканные глаза старушки. А в них она увидела память. Память о любви, благодарности, уважении, понимании и доверии. Какая мораль тех, чьи сердца наполнены любовью, доверием, уважением, благодарностью и пониманием, невозможно разлучить.